МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкаля на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Два человека получили травмы в результате пожара. Он случился в ночь на среду в 16-м доме 7-го микрорайона. Сигнал тревоги на пульт МЧС поступил в 0021. Горела квартира на третьем этаже. На место выехали 27 человек. На момент прибытия первого подразделения из окна шел густой черный дым. В результате пожара повреждена мебель в спальне. Жилье закопчено по всей площади. В подъезде спасатели обнаружили мужчину 1971 года рождения, а в квартире находилась 48-летняя женщина. Они получили отравнение угарным газом, но от госпитализации отказались. Предполагаемая причина инцидента – короткое замыкание электропроводки. Ссоры между соседями – достаточно распространенные явления в многоквартирном доме. Поводом можем стать все что угодно. Нежелание убирать мусор на лестничной площадке, порча имущества или деление парковочного места. А в одном из домов Ангарска причиной разногласий стал балкон, который соседи установили вместо старого, без согласия одного из жильцов. С этой кованой красоты с замысловатыми формами началась неприятная история. Три года назад Галина с семьей купили квартиру в одном из домов Ангарска. Заметили, что балкон находится в уставшем состоянии, ведь год постройки дома – 1957. Наши балконы, они все в аварийном состоянии, и наш был в том числе, разрушенные ограждения. И когда мы сюда заехали, мы три года назад купили эту квартиру специально под ремонт. То есть восстановлению эти балясы уже не подходили. И я спрашивала в жилнадзоре, какой балкон я могу поставить. Любой. Ну, так как пластиковый балкон, ну, я не люблю такие вещи. Мы сделали просто металлическое ограждение и козырёк от того, чтобы защищал от осадков. Потому что сторона закидывающая, то есть и вся вот эта вот стена, она мочилась. Ангарчанка собрала разрешение жильцов дома на восстановление своего балкона. Но не все соседи были рады таким изменениям. Есть у нас такие люди, которым это не понравилось. На почве личной неприязни. Она написала, значит, что демонтаж, что закон един для всех. Хотя в нашем доме у всех стоят балконы, кроме вот одного вот этого товарища. Ну, и городская администрация вышла в суд о признании, значит, незаконности. Хотя есть проект, есть решение собственников жилья. То есть есть подписи вообще всех собственников дома, соответственно, кроме одной квартиры. Проект, есть судебные экспертизы строительные, пожара. К Сулан-Удэ приезжали пожарники. Суд назначал. То есть, ну, суд сказал демонтаж и все. Решение ангарского суда женщину не устроило. Ведь на восстановление балкона было вложено немало сил и средств. Суд, значит, назначил экспертизу строительную, на что выезжала какая-то иркутская организация. Я не знаю, но это вот суд именно назначал. То есть экспертиза тоже стоит очень бешеных денег. Составили, значит, вот заключение, что все в норме, все. Потом, значит, суд решил, судья решила, что нужно сделать пожарную экспертизу. Какую пожарную экспертизу? Там все, конечно, были в недоумении, что металл. Какая пожарная экспертиза может быть на металл? Ну, тем не менее, с Сулан-Удэ приехал пожарник, женщина. Сделала заключение все это, сфотографировала, там, что-то делала, я не знаю. Она говорит, так у вас пластик стоит, который горючий. По городу. Какая экспертиза на металл? Но, тем не менее, мы прошли эту экспертизу, и судья все равно. Нет, мол, типа демонтаж и все. Горожанка подала апелляцию в областной суд. Заседание состоялось 4 марта. 4 марта было заседание областного суда. Областные судьи предложили решить миром этот вопрос. Почему? Потому что, ну, это тогда надо демонтировать полностью. Весь дом, весь квартал, ну, город, да и страну будем говорить, потому что это все незаконно. Судьбу балкона, который привел к конфликту, будут решать в областном суде 22 апреля. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Сезон активности клещей стартовал в Прибайкалье. Зарегистрированы два обращения по поводу нападения насекомых по одному в Ангарском округе и Усть-Кутском районе. Специалисты напоминают, следует помнить о мерах профилактики. Наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита является профилактическая прививка, которую необходимо сделать как минимум за две недели до вероятного выхода в зону риска. А дачникам необходимо очистить территорию от прошлогодней травы и листьев, при необходимости провести противоклещевую обработку на своем участке. Бдительность людей – зачастую единственный способ борьбы с мошенниками. А чтобы напугать потенциальную жертву, преступники любят прикрываться громкими аббревиатурами. Например, зафиксированы случаи, когда сограждане становятся жертвами лжеоперативников Федеральной службы безопасности. Все подробности далее. В очень неприятную историю угодил житель Прибайкаля. Ему позвонили якобы из ФСБ и заявили, что к мошенникам попали паспортные данные мужчины. И неизвестные уже оформили на него кредит в миллион 325 тысяч рублей. Необходимо срочно снять деньги, чтобы их сберечь. И тут же подключились сотрудники Центробанка. Лицевой счет не закрывался, поскольку там личные накопления мужчины. Дополнительно 400 тысяч. Что-то посомневался, посомневался. Что-то так убедительно меня убедили. И все, и получается я пошел. С этого диспредитная карта, честное деньги, опять переправил. Как он мне говорил. С начала года только в Ангарском городском округе сотрудники полиции зафиксировали сотни случаев мошенничества в интернете, а также кражи с помощью мобильного банка. Сумма ущерба составила свыше 8 миллионов рублей. И страдает от аферистов по всей области. Например, в Братске 11-летняя девочка пыталась приобрести игровую валюту в мобильном приложении. Она взяла телефон бабушки, пока последняя была занята. По указанию злоумышленников школьница оформила займ на мать. Аферисты успели похитить 100 тысяч рублей. Их целью было полмиллиона, но такие деньги им не дали. Надо очень сейчас к этому отнестись, очень бдительно, чтобы детям не было это доступно. Ни онлайн, ни телефоны. Еще одна популярная схема мошенничества – предложение об инвестициях или игра на бирже. Только с начала года аферисты, представляясь лжеброкерами, похитили у жителей Прибайкаля десятки миллионов рублей. Звонит консультант, который под определенное сопровождение ведет вот эти денежные средства и всевозможные финансовые операции, которые производит гражданин уже на специальных платформах. Но при выведении денежных средств указывает счет специальный, который, естественно, предоставляет злоумышленник. Никаких рекомендаций не дают, тем более услуга по страхованию этих брокерских счетов тоже не предусмотрена. То есть все вы видите в своем личном кабинете, где можно отследить операции, которые вы делаете. Как правило, в личном кабинете делается электронная подпись, которую вы придумаете самостоятельно. То есть у мошенников не будет доступа к вашему личному кабинету. Узнать о легитимности брокера можно на первой странице его сайта. Там должна быть лицензия, а ее актуальность можно проверить на сайте Банка России. Альберт Идомнин при содействии НТС, новости 360 Ангарск. Не привязывать данные банковских кад к любимым сайтам и держать их при себе. Такую рекомендацию опубликовали Банк России и Роскомнадзор. Участились случаи, когда деньги тратили, а также оформляли кредиты на гражданина его близкие. Также эксперты советуют устанавливать лимиты транзакций карт, а также подключить уведомления на смартфон. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Медицинский центр «Витал Плюс». Комплексные решения для вашего здоровья. 18 апреля. Клуб-ресторан «Дикая лошадь». Артем Качер. Громкие хиты. Ультрасовременная музыка. Не пропусти. Легенды русского рока и мировые хиты в исполнении симфонического оркестра. Премьера. 31 марта. Ангарск. ДК «Современник». 1 апреля. Иркутск. Музыкальный театр. Всенародная любимая комедия «Любовь и голуби». 20 апреля. ДК «Современник». Требуется водитель категории «Д». На заказные перевозки по Ангарску. Телефоны 8-991-542-1460, 8-902-568-31-22, 8-991-542-1460, 8-902-568-31-22. Внимание ангарчан на изменение работы светофора на пересечении Московского тракта и улицы Кирова обращают сотрудники госавтоинспекции. Теперь при включении разрешающего сигнала загорается дополнительная фаза, предупреждающая об одновременном переходе и пешеходов. То есть необходимо помнить, что двигаясь на авто по перекрестку при повороте направо или со стороны автодороги номер 2 при повороте налево на Московский тракт, вместе с транспортом через проезжую часть могут идти люди. 20 марта отмечают Международный день счастья в России. Дату в календарь ввели не так давно, а именно в 2013 году. Она выбрана не случайно. В весеннее равноденствие день становится равен ночи. Таким образом, организаторы подчеркнули, что каждый человек имеет одинаковые права на счастье. Хоть праздник и не носит официальный характер, однако не менее значим, чем другие. Его цель – обратить внимание людей на лучшие моменты в жизни. Ксения Высоцкая спросила у ангарчан, что для них счастье. А что для Вас счастье? Счастье – это мои дети. Здоровье свое и своих близких. А что для Вас счастье? Семья, друзья, мама, семья. Пожалуйста, а что для Вас счастье? Мой ребенок. Спасибо. А что именно для Вас счастье в жизни? Моя семья. А что вам приносит счастье в жизни? Деде. Спасибо. А что вам счастье в жизни приносит? Здоровье. До 30% может вырасти стоимость бананов в ближайшее время. Главная причина – падение спроса. Отмечается, что многосеменные ягоды из Индии и Вьетнама, у которых Россия начала активно их закупать, обладают другими вкусовыми характеристиками, нежели эквадорские. А потому такие бананы могут просто не понравиться согражданам. В итоге продавать станет невыгодно и не начнут исчезать с прилавков. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Байкальске 21 марта пасмурную погоду прогнозируют синоптики. В обед температура воздуха составит 3 градуса выше нуля. К вечеру, возможно, небольшой снег. В темное время минус 9. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 709 миллиметров ртутного столба. В Листвянке почти такая же погода, днем до плюс 1. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 7 градусов. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – курорт Усолье. Один из старейших в Иркутской области курортов работает в Усолье-Сибирском. Специалисты успешно помогают излечить заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, костно-суставной системы, женское и мужское бесплодие. На все вопросы об отдыхе и лечении ответят по телефону 8-924-602-14-14. Санаторий Усолье проводит эффективное лечение, заболевания нервной системы, женского и мужского бесплодия, опорно-двигательного аппарата и последствий травм и заболеваний костно-суставной системы, а еще постковидная реабилитация. Санаторий Усолье – огромный опыт, новейшие медицинские методики и комфортный оздоровительный отдых. Санаторий Усолье – рядом с вами. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг преимущественно пасмурно, днем 3 градуса выше нуля, ночью минус 9, ветер северо-западный 4,6 метра в секунду, атмосферное давление 714 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангаромедия, а я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!